Здорово, Баля. Доброе утро. Нас интересует вот что. Я стал с ней говорить, она говорит, а Елена у меня, говорит, интервью взяла. Я говорю, она интерьер хороший, ну, трогает. Я как беседовал с Александром Менем, ну, микрофон такой в руке даю ему. Ну, такие вопросы, он говорит, ну, интерьер у меня сегодня, все с меня вытряснуто. Вот такой был, как его называют, не режиссер, а, ну, там, в литературном институте старейший работник у них. Я только стал говорить, а могли бы о масонах вот сказать, у него микрофон из рук сразу. Для того удивительно было, там все боялись, прятались, слово сказать нельзя было. И вот здесь, я гляжу, ты с ними беседуешь. И она вчера маленько отнекивалась, а ну, куда она денется-то? И тут и спать, и обедать. Поэтому она послушалась, может, не поэтому, послушание имеет. Написать, как она уверовала в Бога. Я всем задавал вопрос, как пришли в общину, но тут-то и как говорить. Посчитал, там есть какие моменты. Ну, не о том, что как приезжала в Потеряевку, но это уже о другом, как о другом. Я же не буду по счастям тебе говорить, напиши об этом, напиши об этом. У нас были такие, которые готовились, и было кого-то не допускали, там переживаний-то сколько было. А другие плакали уже в Потеряевке и боялись, что не доживут, ночь пройдет, они умрут. Вот какое состояние алармовое было. Аларма – это тревожная. У вас, вот видишь, как там подруги что сказали? Как вы услышали о Потеряевке? Ну, начни с ней сначала. Как говорят, возьми интерьер или допроси ее, как следует. Пусть она что вчера написала, рассказать-то это намного быстрее. Давай. Пошел. Сейчас? Ну, конечно, сейчас. Нам некогда больше. Нет. Нет. Это же не быстро. Быстро, быстро. У нас, Елена, больше двух часов получилось интервью-то. Ну, нет, такого не бывает больше двух часов. Ну, хотя бы полчаса, уменьши маленько, заступить самое главное. Вот ты считаешь, когда у нас 15-16-й том, я когда объявил в университете его занятия, и 84 человека ответили. Были такие, которые не ответили. Ну, обманщики. У нас в Потеряевке такой был. Я вот дом дострою, тогда пойду с вами на благовестие. Когда все писали, там, и жена, и все, он ничего не написал. Как обратился к Богу? А почему? А ничего не было. А что он напишет-то? А обманывал? Да последовало. Вот только дом построил, все дом. Уже в этом доме помирать собирается. Я ничего не написал. И даже нужны нету. А потом, прости Христа ради. А раз место пустое, сатана там наворачивает пыли день и ночь. Обмолачивает сорняки. Давай, сестра. Вот я тебе говорю, давай, на полчаса. А еще нет, я буду подсказывать о чем. Она кое-что написала. Игнатина, ну не сейчас. Я сейчас не смогу. Ты напиши вопросы. Вопросы. И потом мы можем записать. Вот и начни только с того. Там она все уже сказала, может быть, в другой раз. Как она услышала о нас? Как она к нам-то прилипла? С чего ради? Ну, давай, задавай вопрос. Нет, нет, попозже. Я просто сейчас не смогу полчаса уделить. А что ж ты говорила на одну минуту? Нет, я думала, что-то срочное спросить. Ну, конечно, срочно. Потому что откуда ты знаешь, живем ли нет? Полчаса у меня сейчас просто нету, к сожалению. Вот смотри, идешь по дороге, там у нас есть, и большая лужайка. Ну, один верующий вышел однажды, смотрит, а там корову один. Ну, недалеко куда гонять. А он стоит около нее, а она коровы ест, веревка у него в руках. Ну, поговорили с ним. И этот, который проповедник, до того, говорит, мне понравился этот дедушка-то. И рассуждает правильно, и о жизни, и все. Ну, прямо сказать ему, к покаянию. Я не решился, чтобы меня оттолкнуть. Думаю, завтра я прям сразу скажу. Утром пришел, коровы нет. Я, говорит, постоял, спросил, где. Говорит, а он ночью умер. Я себя не могу этого простить, говорит, всю жизнь. Он стоял на пороге в Царство Небесное. Это я все приноравливался. Я вот не приноравлюсь никогда. Говорит, быка за рога. Схода его. Я сейчас посмотрел, как Златоус говорит, почему он у меня любимец такой. Ты в храме стоишь, а тебе разговаривают, смеются. Подойди, урезонь. Ты же перед Царством Небесным, говорит, стоишь. Они ведут себя, как лошади. Кучу навоза привезли своими разговорами. Ну, я сказал другой, ну, тогда было, что священник, он, говорит, на помощь идут. А сегодня сразу они. Ну, вот в Никольском соборе я зашел. А там заходишь тут сразу. Один, точка была, торгуют они. А направо вторая. И стоит мужчина, папироса у него дымится. В шапке и собака рядом. В храме. Я ему сразу назад говорю, курить-то здесь нельзя. Нельзя? Никто не сказал. Я говорю, с собакой нельзя. Ее освещать надо. Как? Так везде же можно с собакой. А в храме нельзя. С кошкой можно. Ну, и шапку-то снять бы надо было. Ой, я и забыл. Я его только вывел. Слушка с алтаря. А они все наблюдают. И ведь он прибежал. Что вы ему сказали? Он на колосмечной кассе стоял. Уже деньги в руках держал. Не отдали денег-то. Ну, я говорю, я сказал вот это. Какое вам дело? Идите у своих. Баптистов порядок. Не водите мужчину. Ему затащить надо. Мне нельзя. Собаку привязать некуда. Им это не надо. Они неверующие. Это хапуги. Это разбойники. Как говорил патриарх Алексей Второй. Каких разбойников напринимали? Платочка бы теряй сопли-то. Опять пущить тебя надо. Платочек. У меня не сопли. У меня нос черный. Ну, Анна, никому ты это не докажешь. Это Жириновский так делает. И Генри Гимлер у Гитлера был. Все время голой рукой. Я бы себя обтираю. Ну, видно, что. Зачем бы браться было. Вот он. Я детям говорю. Покажите платочек перед обедом. И сам махаю. А если нету, бежать. Нас щекочет. Ну, ладно. Нас щекочет. Это между делом. Между делом. Ну, несколько времени. Спроси хоть что-то ее. Меня интересует момент, как она вышла на нас. Ну, я могу сама начать. Ну, давай. Давайте тогда сейчас. Ну, я хотя бы подготовлюсь. Потому что вы меня как бы застали немножко. Ну, Господь не будет нас спрашивать. Вот я еще ни разу в жизни эти слова не говорил. Как это так? К чему подготовиться, когда ты везде идешь, все знаешь, такая активная готовиться? Мне надо в дамскую комнату. Ну, давай, иди. Пару слов не надо сказать. Жалеть будешь. Сейчас. Ты одета. Платочек у тебя есть. Очки тебе тут не нужны. Ты и так знаешь, что с тобой разговаривает. По слуху. Давай. Меня интересует вот этот переход у ней, когда... Она написала вчера. Я могу начать, а она потом может вопросы, если какие-то, задавать. Так.